Напередо дни исполнилось 60 годов тотским вучением, подчас яких советские войсковцы займались отпрацовкой махчимостей прорыва обороны противника с выкористанием ядерной зброи. За этой нагодой в городе Надбугом отбылась тематичная конференция. С подробностями наши корреспонденты. Урочистая церемония ускладания кветок, допомника, угонор и славу у дельника устворения ядерного счета Советского Союза символ поваги и памяти до подвигу наших дядов и прадедов. В 9 часов 34 минуты по местному времени производится атомный взрыв. 14 вересня 1954 года на тотским полигоне Оренбургской в области под кировництвом маршала Жукова проходили советские войсковые экспериментальные тактичные вучения с применением ядерной зброи. У их примали уделка для 45 тысяч военнослужащих. Уже упраздва годы от отриманного на полигоне опроменьвания тридцых пошла життя. Этими учениями, этим взрывом ядерной бомбы на тотском полигоне все считают, в том числе и недруги наши, что Советский Союз остановил возможную третью ядерную и теперь уже мировую войну. Стратегические авиакомандования Соединенных Штатов Америки запланировали несколько планов. И последний план, дропшот так называемый, где они предусматривали сбросить на Советский Союз 300 атомных бомб, в том числе и несколько по Бресну. По идее того часу на все життя заховалися и в памяти Евгения Шмярко. В 58-м году, будучи 17-годовым хлопцем, он працевал у лаборатории на Шалябинском заводе. Тут займались очищением и отриманием чистого плутония. «Мы были роботами, мы таскали все голыми руками, набежишь по коридору, перчатки прорезенные, за свинцовое стекло, чтобы меньше облучиться, делаешь анализ, короче говоря, нас брали туда здорово, но я уже почувствовал, что начинает то голова заболеть, то особые кровотечения, то, как говорится, слабость, ну, врачи меня, потом в больницу положили». Подчас конференции до 60-ти годя тотских в Учене у Гарвы оконками презентовали книгу «Атомные солдаты Брестшины». У колькости 150 экземпляров и она была выдадена на сродки Брестского областного отделения Белорусского фонда «Миру». «В эту книгу вошли все имена, которые мы могли собрать по Брестской области, фотографии, и данная книга будет дариться всем ветеранам, в том числе и родственникам, которых уже ветеранов нет в живых, но память о них останется». Сегодня за оставшихся у живых светка у тотских в Учене у Брестскую областную организацию Белорусского комитета ветеранов подразделения у особливой рызыки у выходят коля 70 человек. Самому молодому солдату все лето сполнилось 80 годов. Катерина Страха, Александр Воронин, областные новины, Брест.